Что общего? Можно найти... Так, ну что у нас получается? Ещё разок. Что у нас получается? Что есть... Аристотелев взгляд. Там форма дана себе. Как форма, и это познание формы себя, является актуальным состоянием. Форма познаёт себя, это актуально. Когда форма схватывает себя, как форму шара, это как бы для себя ситуация, эта ситуация актуальна. Ну как бы шар есть шар, ну по аналогии я есть я. Ну, не знаю, можно ли так актуальность выразить. Это ситуация актуальности. И в прошлый раз я заметил вот одну вещь, которая кажется нелюбопытной, что... Значит, далее... Не буду любопытным. Далее... Форма... Значит, актуальна. Если форма актуальна, то в этой форме предмет становится, как определённый предмет. Красная становится, как красная. При этом форма не существует, как пустая форма. Форма не существует, как пустая форма. Был в прошлый раз вопрос, прозвучал, а как же тогда геометрические формы? Ну, как-как? У меня только один ответ. Вообще-то вопрос важный. Мы его не обсудили, он прозвучал, и я сделал вид, что я не услышал. На самом деле, да, геометрией люди занимаются. Здесь только одно приходит на ум, что вместе с определённостью форм даётся определённость переходов. Ну, в общем, правила перехода. Она так же априорна, как и сама форма. Правила перехода так же, видимо, априорны. И геометрия существует как движение. То есть геометрией нельзя созерцать просто форму шара, а можно совершать некие движения, превращение шара там в куб, куба в шар там, уж не знаю, перекрещивание прямых, чтобы получить треугольник. В общем, происходит движение, в общем, в случае от простого к сложному, и только как это движение по правилам перехода... То есть на самом деле задаются самые простые геометрические вещи, что там там прямая, кривая, непрерывная, дискретная. Не знаю, сколько там этих... Вы, наверное, знаете, сколько этих действительно примитивов. И из них по правилам перехода строится всё что угодно. То есть у меня ответ на этот вопрос, как существует геометрия, только один ответ. Геометрия существует как движение от формы к форме. В общем случае от простой к сложной. То есть не как задержание и созерцание. Это вот не геометрия, шар есть шар. Это не геометрия, это метафизика. Геометрия совершает переход от формы к форме, а метафизика уже обсуждает, как форма соотносится с материей. Только движение. Только движение. Здесь один момент... То есть геометрия существует как движение от формы к форме. По каким-то правилам перехода. Которые столь же априорные, как и специально примитивы. Здесь есть ещё такая вот вещь, как я тоже говорил в прошлый раз, об этом вспоминал, точнее об этом. Что понять, значит построить. То есть понять, что такое прямое, значит провести прямое. Это довольно такое сильное замечание. Оно приписывается спинозе, хотя у самого спиноза я ни за что этого не нашёл. Ну, вот такая вот интуиция вполне симпатичная. Понять, что такое шар, значит провести шар. Понять, что такое прямое, значит провести прямое. Это как-то согласуется с определением прямой как движущейся точки в общей линии. Как движущейся точки. Но может быть и не так. Может быть и не так. Может быть когда мы проводим прямую, мы же удерживаем форму. Прямая есть прямая. Удерживаем форму. А проведение есть уже наполнение формы. Проведение это всегда телесное действие. Проводить значит как бы шевелить тело. То есть форма и чувства. вот проведение прямой может быть это уже как бы становление конкретной прямой жёлтого цвета длиной 5,5 см и так далее. На зелёном фоне. То есть как бы такая дилемма. Либо формы даны действительно априори эти примитивы вместе с правилами. Либо они даны как готовые формы. Но здесь вот надо как-то может быть немножко подумать вот сторону этого интересного определения интересной интуиции понять значит провести провести значит понять. Она немножко отличается от интуиции данности априор. имени не совсем понятно как эти две интуиции соотносятся между собой. Значит далее. Ну, меньше в общем-то и нечего сказать. относительно геометрических форм таковы. Далее форма не существует как пустая форма. когда форма осознаёт себя как форму шара, то она не существует как пустая форма без мотив. почему мы в прошлый раз тоже немножко потоптали здесь. Потому что она форма. сию смысл в том, чтобы быть формой чего-то. форма шара это определённо. И если действительно не существует пустой формы, а тогда что такое геометрия? это движение от формы к форме по правилам. Только движение. Построение новой формы. Или осознание новой формы. Ну, каждый примитив это тоже движение. Прямое движение. Точка это движение. А точка почему? Расклапывание. Нет? Почему? Не знаю. Прямо-прямо и стягиваем нечто в точку. Типа точка же безразмерная. Мы рисуем какую-то кружочку. Ну, как понятие предела? Ведь понятие предела как его определишь? Да? Как определишь? Почему ты? Что? Как некий предел последовательно стремиться к чему-то. А хоп. Это мы уж в 21 веке новострились у нас предел это число. Например, корень из двух это число. Ну, ведь он же не число, в общем смысле этого слова. А некий процесс. Например, Е. Процесс вычисления этого. Грубо говоря, ратмофакториал. Основание мутуально мутуально малогрепно. Тот же процесс. И как раз бы, тематика и геометрия. Тогда она работает с такими непредельными сущностями. То есть она строит некий предел, а потом полагает его объективно. Опять строит некий, из этих пределов опять строит новый-новый предел и снова полагает его объективно. Хотелось бы правда получить другой результат. Хотелось бы понять геометрию как некую деятельность прямо противопостоящей деятельности этой современной математики. Почему? Потому что как бы современная математика она делится на собственную математику и на геометрию Эвклина. В геометрии Эвклина некая деятельность замкнутая абсолютно в себе и которая ко всему историю математики не имеет никакого отношения. Вот что интересно. Она сама по себе, вся математика сама по себе. Это очень интересный результат. Она делится на математику на 2. Кромадные, куча приложений, ничего только нет. И тут особняком полностью завершенная конструктуально замкнутая конструкция называется геометрия Эвклина. И интересно что именно этот конструкт долгое время был единственным примером математики для целых поколений философов. например для греков. Они же единственная же способ математики это вкидывая геометрия. Другой математики у них не было. Ну с первого даже написано этика построена геометрическим способом. Ну для многих было. Модели геометрии. Да для многих было. Но интересно что геометрия она каким-то образом противопоставит цельной математики. вот эту равенницу между ними было бы интересно получить. А где-то там с века 17-го 18-го ну как 0 получился получилась и современная математика. Ряки же не знали ноля. Дерево не знали ноля. Ну считается то. Ну вот на самом деле. Притом вот этот результат получить было бы интересно. Какой именно? Результат отличия геометрии с ее примитивами от всей остальной математики. Остальная математика она по сути основана на объективации неких предельных сущностей. Потому что что такое 0 как объективация некой предельной сущности полного отсутствия. Что такое предел? Мы с пределами работаем мы знаем что у нас много чисел например корень из 2 число е число пи но каждый из них единственный способ можно понять как предел некой последовательности ряда сначала натуральных а потом рациональных чисел то есть чисел в остальной форме n разделить на r но они полагаются объективно и мы вот эти пределы то есть объективно положенные пределы мы помещаем среди нормальных чисел и с этим живем и как мы приводим философия имеет только в одном месте каким образом мы предел потом можем положить объективно и что называется созерцательно как от построения последовательности мы переходим к оперированию как готовой сущности переходим уже как переходим то есть объективация это нормальная нормальная автоматическая механизма получается что приди как бы предела недостаточно нужно еще положить ноль этот как ноль но число е как е название число е и работаем с пределом логарифма чего еще то есть мы бац бац его взяли построили а потом с ним как-то работаем не забыли про его генезис сегодняшний день оно обычное число интересно на самом деле что настолько привычно для нас что иррациональные числа то есть неррациональные мы ими описываем например физическую реальность мы же понимаем что в измерении мы всегда имеем дело с рациональным числом то есть числом которое представим конечной десятичной дробью допустим он же рационально иррационально но описывает вся физика наша на иррациональной сущности построена как возможно кондиционный переход почему он работает иррациональные числа тоже с пределом связано да ну конечно да сходится как некое сечение сечение предпредельная последовательность во множестве рациональных чисел то есть мы делаем последовательность израциональных чисел и она сходится к какому-то числу ну например что такое число е да что такое число е как его получить ну число е 2 2 и 7 там е 2 и 7 не видать это 1 плюс 1 на 2 факториал плюс 1 на 3 факториал плюс 1 на 4 факториал а факториал это вот например 4 это 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1 и так далее то есть число е это вот такой предел а чему учил чем его физики любят потому что е степени x взять до бесконечной суммы ну понятно что это предел сумм да не сходится сходится уменьшается и она к чему-то там какому-то числу туда куда-то она сходится да она сходится а не чем физики любят ну ладно очень важно вот я в степени не видать совсем и его производная равно этому же самому числу е степени x это тоже легко понять почему потому что сюда вот x сюда ставим здесь x в квадрате сюда x кубе здесь x 4 это будет е степени не соберем ты-то производную и все вот эти факториалы начинают сокращаться легко можно ну важно понимать что число еите вот эти шутки написываются в качестве определяются в качестве некой последовательности первым член последовательности вот этотこれは член последовательности вот этот третьи член последовательности ваты это и тогда 4 5 шестой а потом полагаемые объективы так математикой работать нет нет лаза смерти а эвклит обходится без без пределов и она как бы остается никак не связано это удивительно что мы люди учат физик в школе некоторую некий концепт достаточно сложно непривычный после этого нам им никогда не больше никогда не нужно оказывается вы имеете ввиду и вклитушу ничем остальным не соотносится она никак не делается там есть своими доказательств свои свои концепты еще чего-то еще она считается разработанной такой сиклины полностью уставший но решенный концептуально это как бы удивительно что она разработаннейшая дисциплина она возникла считается очень давно времена древних это было их единственной математикой и другого ничего не было ну какая у них арифметика 1 плюс 1 равно 2 2 плюс 2 равно 4 ты думаешь хоть более-менее существенное высказывание по арифметике сказать то есть у них был рынок и абсолютно абстрактной деятельности эрифтитовой геометрии то есть рынок когда ну корки конец считаешь про 6 6 далекого севера и все еще как бы вскрыть вот эту фундаментальную разницу почему внезапный момент как ни странно вместе с декарта началась по большому счету декарт основатель современной математики опа такая эта традиция запрос себе а тут у нас осталась на странице школьных учебников а вся математика другим путем в шарах пошла а декарт при чем здесь ну декарт в первую очередь ввел декартовы координаты ну то есть он сопоставил тому что раньше было геометрическими фигурами некоторую форму и начал их исследовать и потом исследование вот этих самых форму форму обычных функций грек уже не было никаких функций он сопоставил пространство вполне возможно что мы привыкли вполне возможно что он старое понятие пространство таким образом заменил что-то другое мы к этому как бы так привыкли вполне возможно то есть он взял трехмерное пространство координаты x и y и z теперь ты можешь эту функцию какую-то там из них создать на функциях x и y и z допустим или сопоставить всякому x и сопоставить какой-то y по какому-то правилу что тогда оказалась прямая что такое ли эвклидовая прямая это прямая да что такое 3 декарта прямая икс равно а умножить на x плюс b вот что такое прямая что такое окружность для нормального геометра это окружность что такое шаг для декарта декарта хужесть x квадрат плюс x квадрат равно r квадрат вот это формула геометрическое место точек подчиняющемуся вот этому выражению что такое шар для нее это шар для парменида и только что такое шарный деканта x квадрат плюс x квадрат плюс z квадрат равно квадрат ну ладно мне мне не подобраться к этому это интересно и на самом деле иногда удается даже подбираться но здесь никак значит этот вопрос на самом деле который прозвучал прошлый раз значит не бывает пустых форм как же тогда геометрия ну как это не знаю это как-то звучит я согласен вопрос остается без ответа потому что метафизически пустая форма это бессмысленно именно потому что она фу хотя все думаю что у понимаете нет оправдания на самом деле нет оправдания видение определенных форм то есть видение формы как определенную форму аристот переводит форма к определенную именно как шар или как куб ну конечно он имеется виду а какой еще но на этого то о чем говорит кант в этом популярном своем рассуждении что существует конечно же какие-то иные миры и иные разумы которые имеют стоят на другой геометрии но мы не можем даже себе этого представить этой геометрии не можем себе даже предположить но мы тем не менее убеждены что это возможно и даже вполне вероятно и наверняка даже есть в этом бесконечной вселенной какая-то другая геометрии это популярная картовское рассуждение строится на допущении что форма предположим вот такая геометрия когда шар когда куб когда прямая и кривая то это вот некоторые могут упало с неба поэтому было где-то с неба упало другое кроме уверенностью что разум из себя создает эти формы это рассуждение кадровское ни о чем не говорит но в нем есть еще еще что-то то есть он полагает что такая геометрия кубили то есть она не только опио она еще и лапа тактично то есть необходима ну а потому что и разумы необходимо что как бы она в разуме существует и никак и никак не объяснить ну вот нет она необходима именно такая какая у него она есть то есть со знаменитым каким пятым подхватом вкле это пятым называется со суммой двухтроугольников 180 градусов или что параллельные премии не пересекаются поскольку доказать его нельзя он говорит но мы можем определить эту самую штуку но он даже говорит о возможности синтетических обсуждений но это явный пример синтетического природного суждения что параллельные прямые не пересекаются что есть только через точку на плоскости можно провести только одну прямую правильную данную когда мы видим сложность в том что есть пустая что невозможно пустая форма то она вроде бы невозможно но все-таки здесь есть какая-то сложность это сложно протекает из того что эта форма которая невозможным которую невозможно мыслить пустой она определенная она всегда определенная кроме пустой мы мыслить не можем это вроде бы правда а другой стороны определенная форма поэтому как бы вот отсюда и возникает этот вопрос на самом деле отсюда видимо возникает вопрос а как же геометрия чем эта форма наполняется чтобы стать чтобы был возможен такой предмет как геометрия она должна чем-то наполняться чтобы быть определенной ну вы хотите сказать что она наполняется так кстати вот правилами перехода от не знаю чем он наполняется может быть она вот идет как конситуирование некоторого пространства искусственного которое совсем не пространство непонятно что это может мы каждый раз единичный рисуем треугольник там или шар или там прочее а всегда имеем в виду вообще треугольник и вообще шар то есть мы думаем что у нас форма как бы пустая а в самом деле каждый раз ведь определенный треугольник нарисован определенное недоив contextual а вот İllavлег хочет сказать что как бы форма является форма конкретного нарисованного треугольника идеальный треугольник является форма конкретного нарисованного треугольника вами sick как идеальный треугольник а на самом деле всегда имеет точнее мы воображаем что то но при этом именно воображение является у нас материей то-то на чем все существуют абсолютно то есть мы смотрим на реальный конкретный треугольник и примысливаем какой-то абстрактный чистый треугольник мы мыслим в этот треугольник каждый раз мы можем его увидеть в нем и чтобы нам вообще добраться до этого треугольника чистого нам всегда нужно какой-то конкретный треугольник то что как бы в виде абстракции здесь абстракция она работает так что вообще существует благодаря тому что есть открытый треугольник мы его нарисовываем и понимаем как у меня есть вообще треугольник вообще вот я в прошлый раз и предложил мысль на мой взгляд любопытную с которой все не удается справиться ощущение что не дается справиться что идеальность это и есть актуальность никакого другого смысла идеальности нет вот мы имеем шар вот мы имеем его как актуальное состояние это актуальное состояние является в этом актуальном состоянии возникает возникает какая-то материя как красный становится как красная по мере того как материя становится мы получаем конкретный шар большой или маленький по мере того как как бы соединяется форма и материя мы получаем какой-то шар причем это выражение какой-то это тоже любопытный вопрос который мне тоже не решается не всегда вот когда красный становится как красная я еще понимаю но отчего зависит что конкретный треугольник большой или маленький все треугольник понятно пошел ли он маха кирилл он все треугольник то есть при соприкосновении с материи он получает какой-то свой случайный вид от чего это зависит но наверное от потери больше нечего но тоже это не очень на самом деле как-то опять же звучит это не очень не очень завершён потому что видите треугольник он такой же равносторонний равнобедренный прямоугольный еще треугольник когда мы говорим что мы удерживаем шар это еще и понятно как удерживаю шар как шар а в становится красная как раз вот но на самом деле не знаю как начнут большого и маленького шара но треугольник это просто так не бывает он обязательно либо равносторонний репор на бедренный поэтому что мы удерживаем в голове все должны удерживать просто трюк просто треугольник а если мы говорим в отношении формы и материи то получается треугольник должен быть или вы равнобедренный и бородусторонний мне тоже не решить эту проблему я не понимаю я как на это не обращаю внимание проговаривал за давно уже не понимали я не проговаривал как несущественное но в сущности если мы аристотелем немножко занимаемся то вот вот такие вопросы для меня остаются совершенно непонятными хоть убей когда учитель в школе рисует треугольник естественно либо равносторонний либо равнобедренный он говорит возьмем треугольник и последний дурак понимает что речь идет о треугольнике о сущем треугольнике но это как что соотносится как это как это подпадает под наша и наша аристотельская гениальное рассуждение что есть равна себе треугольник и в нем становится мать и вообще какая-то другая ситуация то есть равносторонний равнобедренный треугольник который конечно не является материи и вряд ли является следствием материи то что свое воплощение стало равносторонним либо равнобедренным это это не так здесь еще даже есть другая эта штука фейджинсамбле вот эта апотентичность мы понимаем что параллельные прямые через точку можно прийти только одну прямую параллельные данные и мы же понимаем что перед нами треугольник и как-то понимаем сумма ГОФО равна 180 градусов но понимаем оказывается что нет оказывается что можем отмыслить треугольник с не 180 градусами с другим числом больше или меньше потому что проблема же она состоит что треугольник разный разные стороны равновесторонний она как бы на поверхности а ясно что у проблемы 180 градусов у них по сравнению больше или меньше треугольник равновесторонний другой антологический статус статус другой у кого проблема 180 градусов у него другой антологический статус настолько насколько что для евклида это было примером отдельного постулатора что это постулировалось искусство и мы исходя из этого всегда смотрим на любой треугольник да ну его сумма равна 180 градусов и этого 180 и этого 180 градусов а по ближайшему рассмотрению оказалось что нет что можно построить знаете все это но это на другое пространство но можно построить другую эту штуку и время такое получилось что чисто если мы геометрия Лобачевского достаточно искушены то мы будем ее изучать с самого начала но с самого начала будем видеть все треугольники именно в рамках геометрии Лобачевского быть может тогда где здесь форма которая становится в некой материи получается что нам может треугольник один и где-то из разряда что какой-то рекламный агент в треугольниках увидит значки это указатели это же это же проблема не рекламного агента нет я имею ввиду проблему установки там ты говоришь что он будет видеть но проблема это почему-то что относительно таких сущностных вещей оказывается возможно многоголосится нет здесь можно лучше объясняется тем что другое пространство не плоскую это потом мы узнаем что не плоская то это уже искусственное соображение уже оттуда какие дополнительные тоже пошла уж это самое декартовский подход пошел нет мы можем строить и точно так же не знаю что он не плоская не плоская строить точно также точно также доказывать теоремы и нам в голову не придет говорить о том что она не плоская где-то чем Лобачевски интересны насыщения Римана у Римана в самом начале это были некоторые пространства либо снаружи скажем сферы либо изнутри на него смотрим а у Лобачевского как геометрия риквидов так она и построена также на аксиомах также на всем прочим ни о какой ни плоскости пространства там речи не идет но это такие они рассуждения касающиеся что Канту очень сильно не повезло он только что сказал то что для нас людей удивительно что возможно некоторые оправданные политические синтетические суждения вот его пример ему тут же предъявили пример когда все прямо на бал ну хорошо вот эти вот трудности их источник хотелось бы значит вот может быть действительно источник всего в том что форма не может быть дана себе предметно вот метафизически вероятно трудность в этом форма не может быть дана себе предметно потому что на форму в то же время она имеется определенная форма вот здесь непонятность что такая метафизическое мне понять как форма может потому что на еще раз форма не может быть пустой форму возможно она верится определенную форму определенная форма которая при этом как бы бессмысленно быть пустой вот отсюда проистекает вот эта вот трудность а как же геометрия в самом деле отсюда вытекает этот ваш вопрос прошлого раза а как же геометрия и мои вяканье никуда не попадающие не схватывается как предмета не схватывается схватывается предметов она может быть пустой но не схватывается предмет на все формы тогда какого фига она является определенной формы именно шаром они кубу но есть именовать эту обойти не заметить эту трудность то мы действительно имеем определение идеальности как то что значит форма идеально что наш мы ее удерживаем когда образуем красный шар шар потому идеален что он актуален да ну да это синоним идеальность это не не безоборот означает актуален вот я удерживаю вот на самом деле что аристотель говорит по-видимому он говорит что самом деле что происходит есть форма шара есть качество потенциальная краснота если мы как актуально и удерживаем шар то потенциальная краснота переходит в действительную красное делается крас при условии актуальности и равности себе шара как шар то есть смысл по крайней мере из аристотеля вытекающий чем говорю из аристотеля вытекающий смысл идеальности это кто вполне понятно на самом деле смысл идеально сочетание с материей получается какой-то там шар красный или синий но идеальность как таковая это вот удержание формы как чего-то актуально само по себе идеально иначе существует как актуально когда страна почему два слова то не одно почему у нас эти два что-то идеальное и потом добавляешь он актуально то есть как будто бы нам язык против противоречит сопротивляется у нас есть какая-то идеальность чистая а по ту сторону как вовсе есть чистый идеальность который мы можем реализовывать и становится идеальность актуально типа как мысль да есть чистая а есть как бы мысль уже там воплощенная как будто бы я говорю что язык как будто бы так вот еще раз было я имею ввиду что как будто бы идеально и актуально различается раз мы их отождествляем в том смысле различается что как будто бы есть чистая какая-то идеальность есть идеальность который воплощена а наша актуальна идеальность но вот не моя мы заключается в том что нет нет мысль диаметр только один актуальность мой сутер должно быть так у него наверное это нигде не скажено за этого нет он подтвердит мою мысль что аристотель это но звучит аутентично но никакой аристотель никогда такого не говорил и сказать не мог ну или просто не говорил хотя абсолютно перевел из аристотере значит следует что вот смысл идеальности такого поскольку платона тоже так тоже так тоже покажу позднего платона в точно точно в пармениде платона совершенно точно так то идеальность платона совершенно тоже самое равно не равно все эти понятия касающиеся фур они потому идеальны что они равны себе два неравных бревна два неравных слона пока мы удерживаем неравенство как некое актуальное состояние нашего ума не к тому что не только геометрические формы будем геометрические формы на самом деле формат и число тоже форму понятное дело 23 эта форма 1 эта форма вот равенство неравенство мы равенство удерживаем как нефть актуальная и тогда становится равным причем 10 тоже вопросу чем история философии в этом просмотра уже не 500 15 тысяч погружаешь историю философии потому что на если мы говорим что геометрия не то есть не только геометрия нравится неравенство вот потом-то пармениде возится не с геометрическими формами именно с этим нравится больше меньше вот здесь я то что говорю что идеальность это актуальность актуальность вообще как бы мыслиться только в отношении с потенциальностью то есть остановление следовательно мы должны решить вопрос как быть вот неравенство неравенство мышь как форма актуально это вроде вроде так но в каком смысле становится бревна неравными не потому что они благодаря неравенство становятся бревнами или синие и красное не равны они делаются синими и красными силу того что есть неравенство а может быть и так может быть это если шишки посмотреть их надо подумать на вопрос на надо не кажется вопрос надо решить потому что если не равны или неравны его через сию сумму этих каких-то форму или вообще всякая форма что делает предмет предметом все-таки делает красное красный иначе мы теряем самого понятия актуальность если в актуальной форме ничего не становится видимо красное все-таки делается красным через неравенство зеленому а зеленое делается зеленым красное красному зеленое зеленым через неравенство или через там больше меньше красное более темная чем зеленая она чем сам делается наверно здесь решается то есть не только шар но и чистым арифметические вещи больше меньше тоже арифметика вы говорите есть дату древней геометрии и арифметика все-таки равно и больше-меньше не как бы не только математические ситуации это рынок и не просто поседине ну что-то поседине . буду вы треугольник не повседневность полярный угольник нет согласитесь что ситуация с равенством неравенством она формализована не было а вот эта штука на формализована не было века сейчас конечно формулирована формализована математическая логика ну ладно это на самом деле я сам задал пораженный вопрос ну так просто из любопытства для меня поражал муж я все равно двигаться не могу здесь геометрия арифметика тренируешь мечка не за все умножение бесконечности и 0 существовал запрет мощный внутренний так философия как обычно тормозила прогресс человечества ну такая рынок тормозил зашли нам туда да 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 два золотых англия тебе дам то так сказать в пределе знаем эти предель и предел бесконечно много чревато нулю даже нашло ну вот значит мысли вот волнующие меня что аристотеля идеальность это актуальность вообще никакого другого смысла идеальность я честно говоря после этого придумать не могу аристотеля форма не предшествует содержим она просто актуальна содержание потенциально форма не предшествует содержим потому что содержание возможности уже и форма не предшествует или предшествует понимаете в нашем построении предложения посреди которым я предлагаю я говорю совершенно определенные вещи форма предшествует почему потому что она актуальна а предмет содержание становится в этой форме смысл предшествования говорю я сто раз говорил до сих пор смысл предшествования в нашем разбираемом построении только один форма актуальна причем у меня это как бы ну предпосылка а предмет становится курия в этой форме поэтому манизм аристотель говорит форма актуальна предмет становится в этой форме смысл становления переход из из возможного в действительных из возможного действительно но не видно чтобы форму но у нас уже говорить и два начала с основной и трехи тут или все все понятно он понимает о чем говорит то есть это уже различие такое вот в котором нужно дать себе отчет в чем разница нашего построения аристотика уже много об этом говорили у нас получается что форма актуальна но не является определенным на просто форма на кто то есть у нас форма не есть для себя но потому что круг актуальны понятно что он для себя пусть его нет в чистом виде то есть нет пустой формы но он понятное дело здесь форма знает себя как форма ша мы же говорим что форма есть она не какая-то она просто есть по определению на по определению просто и а предмет в этой форме становится если форма есть то предмет в этой форме стану предмет тоже становится как предмет не становится как предмет это значит что он не становится как некое определенное качество как крашеная а он становится как предмет как предмет делается определенным ну мы посмотрим главное мы пока уже как бы первую интуицию мы же повы на самом деле помню но стали мы же это проходили до обязательно что она была изначально говоришь что это экспликация простые интуиции в нее вкладываются все более уточняющие интуиции в итоге получит то как есть на самом деле так у нас форма определенная так она изначально была определенная и также форма неопределенная потом она стала определенная всегда была определенная первая интуиция она не определенная поскольку не водится никогда это одна простая как в интуиции потом возникнет 2 более уточняющая первый более сложно и тогда разве не так постоянно у нас развивается просто у института для его построения но да возникает без этого предварительного шага возникает как наше начало предначало есть все эти вопросы не задавался как форма у аристотера есть определенная форма и определенный предмет форма актуальна предмет становится в результате дуализм признаваемый самим аристотель да и вообще как бы неважно признаваемые признаваемые в результате дуализм у нас форма актуальная и предмет становится благодаря форме иммунизм иммунизм потому что форма раньше логически естественно раньше нежели предмет только за счет вот этого различия вочка по не видно никаких различий если мы соединяем шар и потенциальную красноту понятно что красный шар будет у нас соединением двух начал как у нас мыслится форма как то что знает о себе форма знает о себе только то что она есть и когда форма мыслит себя как простое существование то для так понимающей себя формы предмет мыслится как становящийся но с некоторым утверждением если форма мыслит себя как простой есть тот для такой формы то есть так понимающий себя форум предмет мыслится как становящийся у нас есть один философ который так понимает форму это декабрь как простой форма не знает о себе ничего сознание не знает о себе ничего кроме того что просто и есть мыслите существовать одно и то же а декарту для такого рода утверждение вообще не нужен предмет если я сомневаюсь бытии предмета то я обнаруживаю себя как простое существовало это единственная достоверность которая достоверно а больше как бы ничего нет то есть декарт противопоставляет что форме форум противопоставляет сущность в бытии всякой сущности во всяком что можно усомниться в бытии всякой сущности можно усомниться но несомненным обнаруживается мысль то есть декарту предмет вообще не вообще есть противопоставление что и формы и форма мышца как такова и другое рассуждение форма обнаружила себя как простое существование совсем как у декарта форма наружу как простое существование но для так мыслящей себя формы предмет пристает как предмет становящийся но именно как предмет не как что то есть сущности сущностью наш предмет не обладает предмет становится говорим мы как предмет содержание становится как содержание не как граждан а как содержит это предварительный шаг а потом на следующих шагах предмет же станет определенным форма станет тоже определенным вся определенность появится она же значит было их начале после языки простые предварительные шаги есть это дальнейшем очков был определенный раз она пара у нас появился даже не возникла не откуда она всегда была игру в рассуждении есть рассуждение экспликации а не возникновение есть некая форма да она просто многосложно есть простые шаги так как первоначально где форма не определен просто форум просто есть и предмет соответствующий этой форме предмет он просто чистое страну вопрос остановления когда форма допустим будет определенные предмет станет конечным и так далее то есть предмет соответствует форме правильно если форма как бы уберет какое-то определение новое соответствий предмет меняется связь здесь с этим определением то что монизм у нас дануса предпеть не видимо по своему содержанию кроме того который дает и форму потому что чистое становление это установление как вырисовывается каждый раз новое в зависимости от того что что делает перед эта форма форма оформляет так вот если форма оформляет и она наша когда-то у нас наше состояние становится определенно как это по определенности она была изначально просто в первых шагах этого не видно не видно что определенно разве не так после него это на самом деле важно с точки зрения понимания потому что либо вот эти все свойства формы или как бы это свойство неправильное какое-то слово и вот эти определенности форм как-то возникает вдруг либо как-то как шрамы либо она изначально было во все свои определенности там сложности и так далее но мы в первых шагах видим только ее простоту что она есть во втором шаге видим что она определенно и так далее я думаю вы абсолютно правы что именно форма эксплицирует себя а в результате этой экспликации меняется содержать то есть не содержание заключает в себе какую-то потенцию и форма именно в себе различает какие-то стороны как мы двигались до какие-то моменты один же моментов отбрасывает как не работающий и движется дальше форма в себе открывает какие-то вот эксплицирует себя а вследствие этого меняется усложняется содержать не то что есть содержание эксплицируется формы а то что есть самой форме формы эксплицирует вот еще интересно аристотеля из возможности в действительность это именно так красная сначала в возможности красная потом действительно краж кого применим или к нашему построению вот это вот предмет возможности предмет сначала ты что значит становится в этой форме он из возможности переходит вообще-то одно и то же из возможности в действительности или от не не бытия бытию точно одно и то же что есть два вида возможности быть и действительность быть и возможность от них быть и не быть и не быть и не быть и не быть и как как условно говоря как это в зерне же его выводы потенции есть растения мы должны различить это отличить ситуацию дуализма от ситуации монизма дуализм предполагает возможность и действительность и мы здесь нашли круг если помнить почему красное делается красным потому что оно было красным а с другой стороны то что оно было красным мы это знаем только тогда когда оно сделалось красным о том что оно было красным мы знаем только делалось красным поэтому утверждение красная возможности заключает себе круг но это не значит что круг заключает себе содержание в возможности как содержание или бытие возможности потому что предмет как предмет содержания как содержание это и значит собственно бытие как бытие если это бытие то оно возникает из ничто для меня тоже не совсем понятно переход от возможности действительности то же самое что переход от ничто бытию но что такое становление мы же говорим что предмет становится нет есть как он равен себе все остальное по факту становится тем что не есть формата становится то есть становление не определение самого предмета это определение к нему приходится стороны формы то есть если форма стоит то все остальное двигается но не потому что все остальное хочет двигаться потому что просто форма стоит то есть это отрицательное определение но не думаю вот не думаю что это это такая физическая ситуация да да я и говорю что она в этой аналогии что плохо в этой аналогии 10 монизма налоги нет монизма ну что и другое движется оба только это то что равно себе все что равно себе выгибse ли как кусал на гаерарии могу сначала сказать до impresion корр видишь которые посмотреть все что равно себе это форма все остальное как вы это не форма. То есть предмет. Мы могли бы различить, что есть форма, что предмет. Мы не можем точку четко указать, что в форме состоит. Но элементы формы, то есть то, что равно себе, мы могли бы отличить. Увидеть и зафиксировать их. Сказать, вот это вот равно себе. Значит, это какой-то элемент формы. Например, в медном шаре. Понятно, что шаровидность это некого рода равное себе. Значит, это элемент формы. А материя может быть разной. Может деревянная, там, не знаю, любая. Медная. Да то шар никак не отнесли, да и нет. Шар останется шаром. Вот ещё что интересно. Что Аристотеля, чтобы воздействовать на предмет, форма должна, вот как мы уже сказали, должна себя знать. То есть некоторым образом всё-таки должна быть предметная, должна быть шаром. У Гегеля тоже. Знание формы себя как формы предмета дают нам в качестве предмета простое и есть. То есть воздействие формы на предмет предполагает... Мы же как говорим о Гегеле, что... Форма полагает свой предмет. В предмете соотносится с собой. Форма в предмете соотносится с собой. А у нас форма не является для себя предметной. Это не шар и не бытие. То есть предмет, она воздействует... Форма первее, поэтому она как бы причина, она воздействует... Абсолютным образом воздействует на предмет. Но при этом неприменимо это Гегелевское заявление, что форма в предмете соотносится с собой. Ну а как эта форма соотносится с собой? Есть ли она чистым образом не до... Она вообще со собой никак не соотносится? То есть, себя схватить чистым способом она не может. И в предмете она себе схватить не может. А как она тогда соотносится с собой там. По-моему, ранее как бы логично, что она в предмете с собой соотносится. Но раз чистых форм не бывает. Либо должен быть чистые формы, когда она схватывает из себя как чистую форму. но вот мы говорим такую вещь что я так понимающий себя формы у любой уровня уровне вот 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 ведь здесь форма никоим образом предмет на себе не дана она как самого начала была простым бытием так и теперь она себя вот так и полагает есть 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 а предмет получает вид конечных сущностей когда форма понимая себя как вот это вот указывание воспроизводящую воспроизведение указывания то есть форма здесь опять не является для себя предметом не шаром и не формой предмета о котором можно сказать только одно что он есть и в том и другом случае и у аристотеля у гегеря форма для себя некоторым образом предметно явлено когда форма сознает себя как мы как говорили форма сознает себя как форму предмета тем самым предмет получает определенных бытия и в этом предмете форма соотносится с собой ты вот разница между аристотелем гигерем она очень очень любопытно никак фильме ловить честное слово вот пишут люди пишут а другие не понимают и не понимают и чё аристотеля форма как независимо от предмета шар он и шар он красный хоть синий ему все равно а в той форма схватывает себя как некую определенность независимо от предмета а гигель говорит осознавая себя как форму предмета форма тем самым дает предмету определенность бытия здесь форма как бы но в этом предмете форма соотносится с собой сознавая себя как форму предмета он дает определенность бытия но здесь в предмете форма соотносится с собой то есть смысл форма в полагании предмет чего аристотелем опять же мы говорили чего рисует или вовсе нет в красном форма не соотносится с собой ну отнюдь ты глупее не придумаешь чтобы это и сказал что предмете форма соотносится с собой нелепо шаровидности да но но еще раз шаровидность это не предмет это идеальность которая равна актуальность что мы сегодня сообразили что такая метафизическая трудность в том что форма действительно не может быть пустой но при этом она является определенно она не может быть пустой это значит что он не может быть для себя предметом сама форму чистом виде нет но форму с собой соотносится предмете виде и шаровидности разве шаровидность это не соотношение формы с собой предмете просто сама шаровидность есть соотношение формы с собой предмете нет когда мы в медном шаре отдаем отчет себе в шаровидности именно шаровидности то мы погружаемся в мир идеального мы мыслим но не чувствую но не чувствую да вы не не может быть не вдумались до конца я против тоже никак не вдумался до конца в эту ситуацию идеальность это актуальность когда мы в медном шаре схватываем его именно шаровидность на медный шар мы уже мыслим мы уже не чувствуем ничего не чувствуем слепые глухие но мы освободили мысль только в силу того что она актуальна а в медном шаре чувственная форма это что-то потому что если шаровидность это мыслящая форма что-то дочувствие медь а медь была потенциальной как бы да потом она чувственной форме стала актуальной но благодаря мыслящей форме который является шаровидностью да мыслящая форма чувство делает формой то есть формой шара и когда и мы можем отдавать отчет самой форме а можем поскольку чувство то это тоже форма мысль форма чувство форма мысли это форма чувство чувство за форма вещь не мартышка сильно ясно проговаривала что ты шаровидность одна чувственная другая мыслящая одно из них некая чувственная шаровидность уже не как ее определить я думаю мысли есть мыслящая шаровидность определяет чувство шаровидность которая является формой меди но вот все таки не все таки нет поскольку форма две мы говорим чувственная форма и мыслящая форма а шаровидность это форма когда мы смотрим на медный шар то вот отдавая отчет себе в его шаровидности мы попадаем в мир актуального знания то есть чистой мысли мир идеально а когда видим медный шар ты шар вместе с медью то мы попадаем в мир чувствами любом это можем оказаться в мире идеи просто оказаться в ситуации актуальности как-то так потому что медный шар уже ставший на самом деле но тем не менее вот как-то так вы хотели что-то как это работает тогда скажем не знаю допустим с птицами вот есть например птица которая воплощена в виде конкретной курицы мы видим чувственную ту самую конкретную птицу которая является курицей а мыслим птицу но которая уже не является курица является птицей как 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 птицы как таковой как тут быть птица это не форма птицы все не форма птица это не форма все что угодно только не птиц все возможно то ли имел ввиду что есть разного рода эти предметы то есть предмет простой такой-то медный шар а есть такие вот сложные предметы типа курицей как с ней то быть то того как медным шаром не разобраться я заставлю другой разговора разговора завалится действительно скажем так по платону это же курица возможно чем это совмещается формы за другой разговор да не бывает или же курицу я ничего толкует я толкую что и даже это только форма не пошла идеальный образ образа ну да вот просто вот так и говорит ну вот поздний платон так точно не говорит ну парменида посмотрите еще раз делал в качестве примера берется равенство неравенство а бревна они это материя казалось бы так так же это государство тени элис бревна элис элис курицы так что же тоже позднее дело на стене пещеры нет понимаете разделение на качество и форму она все-таки обязательно потому что не бывает или сокращено не бывает а значит нет и это еще курицу формы хаства конечно не бывает так можно рассуждать нет про образа красного не бывает про образа качества не ну вы как сказать что есть и грубо говоря форма цвета и тогда конкретный нет такого не хочу сказать нет я хочу сказать что есть больше меньше и всякие другие формы форма качество количество да 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 все что относится к форме все тоже такая вещь качество есть форма самая простейшая форма это вот пространственные формы пространство на ходе бы есть возможна интерпретация такая что у курицы фит на истерис возможно же такая что она конечно к этому разговору о формах формах шара и больше меньше не имеет никакого отношения такой разговор боже бывает его ведут когда когда обсуждают тени в пещере они же тени же не не больше меньше а тени курицы кстати очень интересно мы я в качестве просто примера приводил наш форма шара у аристотеля форма пространства у сады тут тоже есть где но пространство все таки понимаете шар мы как нечто актуальное можем мыслить вот медном шаре да мы берем шаровидность как противоположный разговор у нас есть форма шара который спереди делает медью а из другой разговор когда существует эдос меди который эдос меди делает из меди согласно эдос меди мы делаем противоположный разговор противоположный да я полную вот вам к такому подходе если эдос курицы форм нету потому что что такое курица потому что берется какая-то форма геометрическая накладывается вот на это самое клюющее и крукорекрующее получается курица да а есть другой разговор что у тебя есть эдос курицы некая идеальная курица благодаря которой курица курица какого-то диетический подход но можно его закрепить заплату наверное можно стакане мере платона в обычные приписывают ну да самом деле приписывают и арестуют и критикуют эту людей как как приписываю плату ну ладно на вот но действительно противоположные вещи я хотел заметить только что пространство кантовская это все-таки смешно же это предполагает мышление пространство как формы причем без предмета так же как и шара то есть про старшим мы должны применить это же это же логику что применяли к шару тогда может охоть потому что обычно понимают иначе пространство как нечто приору как у канта впрочем только это пространство как нечего приорная нет нечто одно это конечно только забавно да если на если идеальность это актуальность туда пространство может быть можно и масса сама по себе это не форма она является способом способ применения формы материи потому что если как одно гегель к канту приписывают вот такое понимание то наверное прав кончить надумал что пространство этим он видим отличается канта от аристотеля кант видимо тить на думал что пространство может созерцаться как пустое пространство я логику гигерю долбаю сейчас вот он приводил он упрекает кота в чем что тоже забавно гигер упрекает канта в том что он мысли как нечто одно пространство и тогда нет выхода ко многому одно то есть а ко многому то выхода не и он приводит большой цитаты приводит из якоби который как бы лучше всех ярче всех этот упрек канту и бросил что у него пространство одно и как вы перри собираетесь перейти ко многому она совершается и совершается и в нем само по бы необходимости нет перехода то есть можно туда налить множество в этот таз что угодно можно вбросить пространство но само по себе пространство не нуждается ни в каком браж оно одно и необходимости перехода ко многому нет время говорит якобы одно и и гегель сочувственно цитирует якобы вот и нет никакой необходимости самом понятии времени перехода ко многому что там чередуется бросить то можно на самом времени необходимости такой нету и наконец единство самосознание тоже одно опять-таки никакой необходимости мысли сознанием приходить ко множеству вещей в этом сознании тоже нет то есть гегель приписывает и видит трудный недостаток канта видит именно в том что от единого не перейти ко многому но на самом деле я подумал если мыслить пустое пространство и мыслить пустое время то елки-палки пространство от времени ничем не отличается все не пусты не пусты и вообще мыслить нельзя то есть не в том упрекает кант и извлекает кант в том что мыслить можно но вот никак оттуда не перейти ко множеству я думаю что это вообще ерунда идеально абсолютно пространство ньютона тоже реально просто отличается от времени на все высокой идеальный абсолютно всегда одно но при этом ману другое чем время другое потому что содержит себя это будет оттуда он это можно созерцать например у него три про три пространства три и три измерения во времени одно ну вот разве что ну и много чем можно чего на фантазирует вверх-вниз там лево-право там прошлое будущее нет почему канты же ничего но он же естественно патяги в первую очередь ничего нового по сравнению с ньютоном данный момент не говорит он единственное хочет сказать делает тут маленький шажок что говорит что для ньютона абсолютно это пространство время а это абсолютность его кажущаяся на самом деле это просто моё моё пространство моё время я иначе не могу у каждого человека оно ровно такое же одинаковое но это как бы моя форма не божественно данное вот это абсолютное неизменяемое пространство время ньютона в котором располагаются планеты располагаются миры бревна курицы а кто такое валинин когда дружим кто-то субъективная да он же говорит что эта форма то есть в нем нет не мистике вот этой самой мистике абсолютности а потому что на форму всегда моя моё то есть куда бы не смотрел сюда со мной моя это форма туда сюда направо налево в этом есть его кажущаяся абсолютно но это точка зрения канта казалось подлить точки зрения ньютона он стартует конечно кажется что это абсолютное пространство время ньютон с ним с ним работает он здесь воспитатель в первую очередь ну в общем моя мышь заключается в том что кантовскую кантовское пространство как причем и время можно спасти только мысли его по-аристотелевски то есть как нечто актуальное что пока что и не мыслу сказать его можно спасти как способ то спасти его не получается потому что способ сам по себе никогда не дал всегда там в какой-то конкретности всегда где у тебя есть мейки и и шар тогда данный способ а так способ как его мыслить сам по себе ну как и шар сам по себе его тоже нельзя мыслить но только вот как нефть актуально так а фокус то ньютона состоит что их можно мыслить сам по себе это абсолютное пространство и время фокус то в этом фокус чрезвычайно было готовым оказался в отличие от других выставлений а вы думаете если его помыслить по аристотелевски то есть как актуальность который не мыслится пустым не мыслится абсолютно всегда когда у тебя есть поскольку нет и шарами ты ничего то он сам по себе вводим и мыслить ну можно конечно посту сделать это будет мои любимые действительно числа что-то такое собрали потом положили объектив ладно все ночи